Православный мир вспоминал в эти дни церковное прославление святого праведного Яна Конштадтского. Митрополит Курганский Белозерский Иосиф прибыл по этому случаю в храм во имя подвижника, расположенный в райцентре сели Китова, чтобы молитвенно разделить радость престольного торжества с духовенством и мирянами. Административный центр Китовского района Курганской епархии за свою 300-летнюю историю никогда не имел своего храма. Сегодня взору предстают сияющие купола и кресты в окружении соснового бора. Величественный храм во имя святого праведного Иоанна Конштадтского начал возводиться в 2011 году благодаря специально созданному благотворительному фонду «Благовест». Великое освящение храма состоялось в мае прошлого года. С тех пор это святое место никогда не бывает пустым. Поэтому было принято решение фонда, чтобы продолжать благоустройство территории и построить трапезную. Нам удалось за этот год выстроить здание трапезной, где будет находиться помещение административное, зал для проведения мероприятий, для занятий воскресной школы, которая у нас уже работает в приспособленном помещении. Здание благоустроено уже, то есть подключена вода, газ, отопление. В общем, готовы к эксплуатации. В день престольного праздника храма на богослужении собралось городское духовенство миряне из Кургана и соседних сел. Торжественную божественную литургию в этот день возглавил митрополит Курганский и Белозерский Иосиф. Почти все прихожане этого храма причастились к святых христовых тайн. Затем по случаю престольного торжества был совершен крестный ход. В завершении праздника владыка Иосиф обратился ко всем с архипастерским поучениям, в котором напомнил о жизни святого Иоанна Кронштадтского, о том, насколько пламенно и дерзновенно была его молитва, и что мы, обращаясь к Богу, должны не просто вникать в смысл молитвы, но возносить ее сердцем. Святитель Филарет Митрополит Московский определяет молитву так. Молитва есть ума и сердце к Богу возношения. Молитва – это наша беседа с Богом. Только такая молитва достигает престола благодати Божией. Такая молитва была у святых угодников Божих. Такая молитва была у святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Поэтому он и был великим молитвенником и великим чудотворцем. Храм во имя святого Иоанна Кронштадтского продолжает жить полной церковной жизнью и развиваться. Планируется обустроить прилежащую территорию, создать крестильный нижний храм. Попечители благотворительного фонда и простые люди, приносящие сюда пожертвования, верят в Божью помощь в таком благом деле. Мы надеемся, что Господь позволит нам это сделать. По молитвам нашего Иоанна Кронштадтского, отчаяния, который молит Бога за нас, за наших детей, за нашу малую и большую родину. Наталья Шупрецова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии для телеканала «Союз». Субтитры создавал DimaTorzok